Это происшествие на ОТВ в студии Алла Согрина. Привольно двигались и разделись догола. Скандальное стрип-шоу в Миасе буквально взорвало социальные сети. Интимный танец исполнили в ночном клубе города юные посетительницы. Одной из них на днях только исполнилось 17 лет. Обе боролись за приз в несколько сотен рублей. Конкурс стриптиза. Первый час ночи. Девушки на барной стойке раскачивают бедрами, посылают воздушные поцелуи и просят публику поддержать их. Зал восторженно кричит и одна из девушек снимает из подния. Стрип-шоу в популярном клубе Миаса буквально взорвало социальные сети. Жительницы города прилюдно разделись догола. Юные девушки остались без нижнего белья. Под статьями десятки комментариев совсем стыд потеряли. Терять им уже нечего, вторят другие. Обе боролись за приз в несколько сотен рублей. Но одной из танцовщиц еще нет 18 лет. Девушка никогда не отличалась примерным поведением, рассказывает Анна. Рано начала курить и употреблять алкоголь. Когда еще училась в школе сама, то есть слухи ходили, что не очень хорошая репутация у девочки. Любительница выпить и потусоваться в подобных местах. Наша съемочная группа отправилась в ночной клуб. По словам горожан, он работает днем, как кафе-бар. Но заведение внезапно закрылось для посетителей. А по телефону директор клуба рассказывает, якобы нашумевшая история произошла не здесь. Строгий фейс-контроль просто не позволил бы за эти девочки подростку. У нас такого не может быть, потому что у нас стоит фейс на входе. И если какие-то там зрения идут, то появляются все паспорта. И пройти кто-то из школьников или из школьниц не могут. Горожане уверяют, у клуба давно дурная слава. Драки и свободный ход каждому, кто приглянется администратору. Выборочный фейс-контроль оказывается. Хотя на самом деле там очень много, можно сказать, детей, которым еще нет 18. Кому-то можно даже с натяжкой 16 дать, но их почему-то пускают. Клуб регулярно проверяют полицейские. В этот раз, рассказывают водители полиции, директору сделали очередной выговор. Еще раз доведена информация, чтобы в эти клубы не пускались несовершеннолетние. Ну, я думаю, что больше таких случаев у нас не повторится. Сейчас решается вопрос об административном наказании руководителя заведения. Ей не может грозить крупный штраф, а вот девушкам грозит только беседа с родителями. Алла Согрина, Гузель Шмелькова и Айдар Насыров, ОТВ. Застрелил возлюбленную и ее дочь. Шокирующее убийство произошло в Увельском районе. По предварительным данным, мужчина расправился с женщиной и пятилетней девочкой, а потом жестоко избил 12-летнюю девочку-подростка. Перевернутая кровать, сломанные детские игрушки и пятна крови на диване и полу. Здесь, в частном доме поселка Каменский, и разыгралась трагедия. 34-летний мужчина выстрелил в голову 25-летней женщине, а потом в грудь ее 5-летней дочери. Обе скончались на месте. На шум из комнаты выбежала 12-летняя дочь погибшей. Подростка ударил табуретку по голове, связал и сбежал. Беглеца задержали в тот же день. В салоне машины нашли пистолет Макарова с пятью патронами. Задержанный признался, в момент убийства был сильно пьян. Любовница моя была. Приехал в гости на машине. Да я уже пьяным приехал. Пиво с собой, шесть баночек взял. На допросе заявляет, заряженный пистолет нашел на обочине дороги, а с возлюбленной был давний неразрешенный конфликт. Мужчина сейчас находится в СИЗО. Ему грозит до 20 лет колонии, а пострадавшая девочка-подросток сейчас в больнице. Известно, что мужчина ветеран боевых действий. Два года служил в Чечне. После возвращения на родину, нигде официально не работал и привлекался к уголовной ответственности за побои. Нагрянули в дом и забрали ребенка. Инспекторы по делам несовершеннолетних навестили семью, состоящую на учете. И в этот раз были шокированы увиденным. Я сейчас у вас ченнику... Вы хотите сказать, что вы сейчас трезвая? Да. Женщина явно не ожидала визита. Хватает полуторагодовалого сына и уходит в комнату. Мальчик в одной кофте, лицо испачкано грязью. На столе лежит бутылочка для детского питания. Рядом окурки, бутылки из-под алкоголя, грязная одежда, еда в паутине и плетени. Женщине заявляют, больше предупреждений делать не будут. И увозят ребенка в больницу Увельского района. Там мальчик пробудет несколько дней. Женщине грозит лишение родительских прав. Если у вас есть интересное видео, звоните. Телефон прежний 8 800 500 74 50. Встретимся на УТВ в 21.30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова